Итак, ребята, всем привет! С вами Алекс, это Морл Битва Чемпионов, и это то видео, которое не выходило достаточно давно. Повышение уровней. Сегодня будем повышать определенного чемпиона, будем качать на 5.65, либо 2.35. Как вы думаете, кто это будет? Напишите в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Угадаете, не угадаете. Мне кажется, я вот сейчас тяну время, как раз, чтобы вы могли в комментариях вот сейчас написать ваше мнение. Вот тот чемпион, не тот чемпион, какой-то другой. Может быть, кто-то опять напишет Морнинг Стар, Даниэл, например, или кто-то еще что-то напишет. Интересно ваше мнение. Что вы скажете? Какого чемпиона я повышу? Итак, барабанная тропь, и... я повышаю... домино. Давайте ее прокачаем. Шесть альф надо, это печально. Ну ладно. Хорошо. Я как раз специально открыл свое время на желтые катализаторы. Так, тут что-то слишком много хлама. Давайте это быстренько продадим. Все. Прям разом. И вернемся к нашей домино. Так, что могу сказать? Ну, во-первых, домино это топ-чемпион. Все мы прекрасно понимаем, да, то, что домино это домино. Один из лучших мутантов, это один из лучших чемпионов в игре. И вообще все его хотят. Я долго очень хотел этого чемпиона. С дублем, без дублем. Мне, кстати, все равно, на самом деле. Главное повысить. В принципе, у меня есть открывашка, но вряд ли я буду именно повышать коронку ей. В принципе, я, конечно, хотел еще Омегу прокачать на 5.65, но там ситуация немножко сложнее, потому что у меня есть 6-звездные. Вроде как бы с дублем не ходит. Ну, нужен дубль, поэтому хочется с дублем повысить. Поэтому надо бы 5-звездные. А так, ну, есть еще 6-звездные. Поэтому, ну, не знаю. Пока думаю по поводу Омеги. Какую поднимать. Может быть, 6-ка дубль упадет. Посмотрим. Так, у меня ресурсов хватает. Альфы кончаются просто полностью. Я сегодня думал новую поднять на 2.35. Ну, либо выше, да. Но решил, что надо оставить альфы. И не зря. Не зря оставил альфы, потому что мне выпал... О, что это? Пэр, ушло, экран. Так, обновления выдал какие-то. Ладно. Забираем так, штук 25. Лишнее, чтобы не забирать. Ну-ка. Надеюсь, мне хватит. Нет, еще надо. Так, пятая. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, надеюсь, сейчас мне примерно хватит хотя бы. 61. Ну, ладно. Повысим. Что могу сказать? Домино – это супер. Домино хороша и в защиту, и в атаку. В защиту, конечно, нужен дубль желателен. Но все равно. Она и так хороша. Так, у меня опять не хватило. Ну, давайте еще одну возьмем. Там получится. Раз, два. И пятый, да. Где тут? Просто, чтобы потом это не продавать лишнее. Вот так вот. Собираем. На максимум. Вот мой очередной 5.65. Итак, какой-то по счету даже я не скажу. Так, сейчас где тут? Повтираю по рейтингу. И мы берем максимальный пятизвездных. Только получается 15 штук. Домино стал пятнадцатым. Можешь так считать юбилейным. Моим пятизвездным на 5.65. Давайте рассмотрим ее. Плюс 10 к урону против противник, не являющийся женщинами или роботами. Ну, окей. Как-то не очень впечатляет. Когда выполняется временный блок, шанс получить удачу превышается на 10%. Для следующего заполнения деления энергии. Ну, тоже как-то не очень. Каждый раз, когда домино уходит от атаки рывков назад, ее шанс получить удачу повышается на 6%. Ну, тоже как-то слабо. Основная синергия – это массакр, да? Соответственно, получает домино. А слабая линия длятся на одну секунду дольше. Это хорошо именно против усилка гибкости, где у нас уменьшается длительность оглушения. Плюс это хорошо, когда нам нужно испепелять. Вот. И вот в данном случае, да, тяжелые атаки домино вызывает испепеление, которое наносит урон, равный урону тяжелой атаки в течение 2 секунд. Вот. И в чем суть? С массакром получается не 2 секунды, а, соответственно, 3. Дальше. Удача в следующий раз. Домино, если домино не активировал специальную атаку при одновременном активном удаче-неудаче, она получает плюс 20 к шансу их активации в следующем бою. Ну, окей. Товарищи по команде получают плюс 5 к увеличению энергии. В начале боя активируется либо удача, либо неудача. Ну, я бы не сказал, что прям что-то из этого прям вот критично важно. Так, тут у меня... Я немного прошел, ладно, фиг с ним, выйдем. Я пытаюсь нафармить резок. Вот. Видео, наверное, выйдет на следующий день после записи, может быть, через день. Так, куда бы зайти? Давайте зайдем, например, в микромир. Только, естественно, в вариант. Ну, и пусть будет, я не знаю, какая глава. Пусть будет 2-2, где гибкость, да, как раз там есть. Так. Возьмем домино. Возьмем массакра. Возьмем ралка. И потестим, что у нас будет. Потом, в принципе, можно почитать еще ее способности. Давайте посмотрим, что у нас там по способностям. Ну, в принципе, критический провал коронка. Это противники получают энергетический урон, когда их способности не срабатывают. В начале боя теряет 233... Противник теряет 233 шанса критического удара. Домино получает такой же дополнительный шанс. Окей, противники теряют 15% от точности способностей. Когда какая-либо способность не активируется, она получает плюс 10 к точности способностей. Окей. Кровотечение наносит удары в важные точки с определенным шансом. Ну, короче, критические кровотечения она может наносить. Способности кровотечения противника становятся слабее с 50% шансом. Они могут окончить действие уже через одну секунду. То есть она может скинуть кровотечение. Это супер. Дальше. Все атаки. Случайный бонус к показателю атаки 1000 и до 1400 к критическому удару. Также домино использует пистолет для первого легкого, второго среднего и последнего тяжелого ударов. Эти удары не являются контактными. Это очень хорошо против электрика. Даже не знаю, против кого еще. Но вот это вот именно очень полезно. То есть есть какие-то усилки такие. Дальше. Тяжелый атака. Если противник оглушен, показатель атаки для этой атаки повышается на 2500. Блок. Случайный бонус до 1400 к навыку блока. Или выше дает идеальный блок. Понятно. Шанс идеального блока. Дальше. 30% шанс, что домино получит пассивную удачу. 25% от текущего счетчика комбо добавляется к этому шансу. Отлично. То есть чем больше комбо набираем, тем больше у нас шансов. 30% шанс, что противник получит пассивную неудачу. Эффекты удачи и неудачи длятся случайным образом от одной до пяти секунд. Плюс дополнительно полторы секунд за каждое полное деление энергии. Окей. Чемпионы способности всегда под действием неудачи. Чемпионы технологии никогда не получают неудачу. Отлично. Ух ты, сколько у него читать-то. Итак, что у нас удача дает? Ну, мы как видим. Да, критический удар. Плюс к шансу. Плюс к риту урону. Плюс к точности способностей. К навыку блока. К уклонению. К оглушению. Оглушение быстрее. И домино с большей вероятностью может получить более высокий случайный бонус атаки критического урона или блока. Я, на самом деле, даже сам не читал вот эти вот способности никогда. Просто знал, что он может активировать удачу или неудачу. Дальше. К критическому удару. Минус почти 300. К риту урону. Минус 300 почти. К сопротивлению к риту дару. 233. К точности способностей. 35. Навык блока. 370. 100% шанс того, что мастерство уклонения и ловкости не сработает. Так бывает. Способность кровотечения наносит на 50% меньше урона. Окей. Первый удар. Ну, первое, не знаю, специально атака, насколько она нужна вообще. Да, она стреляет там гранаты, по-моему, кидает. Но... Суть... Не знаю, в чем. На самом деле. Каждый удар с 25% шансом может вызвать кровотечение. Ну, окей. В основном, в принципе, все играют через домино, через вторую или через третью атаку. Если домино находится под действием удачи, эта атака обновляет эффекты оглушения кровотечения на противнике. Окей. Не проблема. Так, дальше. Если противник находится под действием неудачи, для этой атаки активируется бонус 503 к показателю атаки. Хорошо. Каждый удар дает 25% шанс вызвать кровотечение. Окей. Отлично. Находится под действием удачи, дает атаки понятных. Бонус к атаке. Окей. Снижение атаки. Хорошо. Дальше. Специальная атака 3. 74% шанс кровотечения, наносящие 6000 прямого урона. Окей. Ну, ладно. В общем, тут много способностей у домино. Давайте не будем до конца дочитывать. Хотя осталось чуть-чуть, но все равно. Так. Возьмем кого-нибудь еще. По-моему, Колоса. Ну, пусть будет, я не знаю, такая команда. На самом деле, основное это вот у нее это Ралка Массакр. Так, гибкость где? Гибкость вот здесь. Ну, и просто потестируем, насколько быстро Тор умрет. Напоминаю, что у меня мастерство Палка Удаль. Оно есть во вкладке сообщества на Ютубе. То есть, кто хочет, тот может посмотреть. Заходим, смотрим. Тор, я думаю, что ударов 10-15. Это максимум. 14,5 тысяч. Нормально, да? И по 4000 почти урон сожога. Ну. По сути, микромир так и закрывается. То есть, мы парируем, бьем тяжелый и все. А. Ну, тут нельзя такое бить. Ну, ладно. Тут может только через тяжелый бить. Но надо было подождать. 14 ударов. Ну, почти, да? Никакой гибкости нам не было, по сути. Да? Она нам не интересна. Ну, давайте еще зайдем, я не знаю, сюда. Сейчас зайдем в Мир Легенд. Посмотрим. Как там домино. Ну, пока мне очень нравится. То есть, 100 тысяч там за 14 ударов, по-моему, это фантастика. Так, и она немножко уклонилась. Странно. У домино иногда подбешивает то, что она действительно уклоняется сама в ненужный момент. Но вот, как видим, сейчас чуть меньше огник. Но все равно тоже неплохо. Ну, и по сути, что тут? 10 ударов, да? 10 ударов, и все, и чемпиона нет. То есть, вообще, просто идеально, я считаю. Просто фантастически. Я очень хотел домино, на самом деле. Посмотрим. Может быть, она мне даже в пятом акте... В шестом акте, простите. Почему-то я все время его пятым называю. Поможет. Но это прям вот шикарно, я считаю. Домино супер. Да, она не поможет там в бездне, например. Но какая разница? На фьюри, я знаю, ребята на войне ходят именно домино. Очень нравится. Потому что она мутант, и, соответственно, меньше шанса там... ...активации его зарядов. Так, заходим в мир легенд. Ну, и из Вечного Солдата попинаем, посмотрим, что она тут может. Говорят, Хилки фармить с ней намного быстрее, чем я Игоном даже фармлю. Посмотрим. Я ее поднял. Я надеюсь, что я не пожалею. Вот сразу неудача. Ну, тут не критануло. Она, конечно, такая девушка своеобразная. То есть, если кританет, то отлично. Ну, 13 тысяч. Коба! 14 тысяч. Еще, по-моему, 13. Ну, 5 тысяч. Супер. Ну, давай. Я хочу спарировать. Смотрите, 10 ударов, 30% сняли. 30% это где-то в районе 150 тысяч. Давайте третью спецсуху посмотрим, что она у нас тут зарядит. Ну, пока мне нравится, скажи так. Наверное, народ бьет пару... Воу. Нормально. В 4 тысячи. И... В 14 тысяч. И 5 тысяч огняк. Огонь. Ну, как-то бежит странно немножко. Ну, ладно. Нормально. 12 тысяч. Давайте так его просто допинаем уже. Сейчас дойдем до 2-ой и просто его... И он здесь. 10. Ну, 20. Ладно, окей. Не убило. Ну, сейчас добьем. Тут я даже могу умудриться пропустить. Это не проблема. Сколько у нас ударов в итоге вышло? Ну, наверное, в районе 35-ти что-нибудь такое. 43 удара. И хилка. Достаточно быстро. Если не пропускать, еще будет быстрее. В принципе, я считаю, что это было фантастически. Потому что... Ну, я не про игру, я имею в виду для особых. Я имею в виду именно про домино. Я имею в виду то, что это очень классный чемпион. Это прям супер чемпион. И он мне очень сильно был нужен. Я ее очень хотел. Так же, как я хочу вдову. Вот теперь. Я считаю, что вдова это прям вот самый топчик. Она прям самый классный. Один из самых классных чемпионов на текущий момент. И она много где пригодится. И я надеюсь, что когда-нибудь я ее выловлю. У меня пока 6 чемпионов всего осталось. Ну, я надеюсь, этот список будет уменьшаться. Домино я все-таки выловил уже. Конечно, новогоднее открытие было фантастическим. Кто не видел, посмотрите. Оно того стоит. Там много чемпионов было. Включая как раз и домино. Но кто будет смотреть, это будет супер. Ссылочку, я думаю, я оставлю. В общем, всем спасибо за просмотр. Кому нужно помочь в прохождении сюжеток. Бездну прохожу. Вообще все прохожу. Бездна, шестой акт. Что угодно. Пишите мне в личку. Также вступаем в группу ВКонтакте, в Телеграме. В общем, всем спасибо за просмотр. Всех было рад видеть у себя на стримах постоянно. Постоянным зрителям огромное спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok